Всем привет, меня зовут Эрик, я готовлю к ЕГЭ по профильной математике больше 12 лет. И чего я только не видел в ходе подготовки экзамена. Я видел, как ребята срываются, какие нервы вообще затрачены в ходе этой подготовки, как ребята выгорают, и выгорают не из-за того, что много работают, а из-за того, что много переживают. Я даже видел, как ребята попадают в больницы, потому что не могут справиться с этим давлением, которое есть. Знаю, что есть ученики, которые просыпаются утром, такие, типа, блин, как все плохо, как все ужасно, у меня не получилось планиметрии, я не смог сделать это, у меня не хватило времени на сочинение, у меня три ошибки в первой части, и загоняют себя, и загоняют, и загоняют. Это приводит к катастрофе, это приводит не только к тому, что экзамен в итоге плохо написан, но еще это приводит к каким-то серьезным болезням, и это несет очень большие последствия. Давай подумаем об этом так. Вот что было бы, если бы я мог как-нибудь так сделать, чтобы у тебя было 100 баллов на ЕГЭ по профилю математики? Представь, тебе, вот все, ты готовился, или не готовился, неважно, молодец. И я говорю, у тебя точно будет 100 баллов, тебе, вот ты на экзамен придешь, как бы ты его не написал, у тебя точно будет 100 баллов, что бы вы испытали? Наверное, вы бы обрадовались, наверное, вы такие, вау, типа, классно, классно, у меня точно будет 100 баллов, блин, все круто, не знаю, буду готовиться к другим предметам, да, или что-то такое. Ну, наверное, вы подумали, блин, вот это вот я выиграл лотерею, классно. И, ну, многие бы обрадовались, кто-то бы сказал, да нет, я лучше схожу, сам напишу, потому что я, ну, что, я зря готовился. Нет, не зря, я даю тебе 100 баллов именно за то, что ты так круто там готовился. И это, наверное, было бы классно. А вот теперь такой вопрос. А что было бы, чтобы ты выбрал, если я тебе говорю, я могу сделать так, чтобы тебе было 100 баллов за каждое из этих трех предметов, за, ну, там, под которым нужны выступления, за физику, за математику, за русский язык или физика, ну, там, не знаю, математика, информатика, русский, любые три предмета. По всем из них, по всем, по каждому из них у тебя будет по 100 баллов, но ты не доживешь до сентября. Просто ты, ты в какой-то день летом не проснешься. Ну, наверное, я надеюсь на то, что, что ты откажешься от этого предложения, потому что оно абсурдно само по себе. Зачем, зачем тебе нужны эти 300 баллов? Так вот, если ты действительно выбрал, выбрал не получить эти 300 баллов, но просыпаться каждое утро, проснуться завтра, проснуться летом, то подумай о том, что, а ты же и так уже просыпаешься. Если ты понимаешь, что ценность того, чтобы просто жить выше, чем ценность этих 300 баллов, подумай о том, что жизнь-то у тебя уже и так есть. Ты уже и так имеешь то, что дороже всех баллов и всех, на самом деле, денег в мире. У тебя это уже есть. И тогда чего страдать? То есть ты каждый раз просыпаешься, и ты богаче, чем любой человек, потому что, ну да, у тебя, может быть, нет этих 300 баллов, но каждый день ты бы выбирал, правда, просто проснуться. Я надеюсь, что это так. Это важнее, это намного мощнее, а ты просыпаешься. Поэтому ты уже богаче, чем 300 бальные, которые не просыпаются. Подумай просто об этом. Это может многое поменять в твоей жизни. Ты можешь понять, что, окей, да, у меня что-то не получается. Окей, я, может быть, даже и 300 баллов наберу, а может быть, наберу поменьше, а может быть, я поступлю в какой-то вуз, который я прямо сейчас хочу, а может быть, не поступлю. С поступлением можно сделать то же самое. Давай я тебе гарантирую, давай сделаем так. Подумай о том, что я, допустим, ты даже не поступаешь на бюджет, я даю столько денег, сколько нужно, чтобы ты учился на коммерции, но как только закончится вот твой последний день, как только ты получишь диплом, ты на следующее утро не проснешься. Выберешь такое? Наверное, нет. Именно поэтому стоит просто задуматься, а вот что вообще важнее? Что вообще мне нужно, и что мне нравится, и к чему я стремлюсь, и зачем это все? И выбор только за тобой. Доброе утро. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok